Здравствуйте, товарищи! Я хотел анонсировать серию лекций. Это записи курса факультатива, который я и мои товарищи, коллеги, в том числе зарубежные коллеги, читали для студентов Московского государственного университета. Курс посвящен современному капитализму. Мы рассказываем о рынке, деньгах и капитале 21 века, о том, что рынок стал тотальным, господствует во всех сферах общественной жизни, а не только в экономике. Рыночными отношениями пронизана жизнь человека, его семейные отношения, любовь, дружба, образование, культура, здравоохранение, наука. Он тотален. Этот рынок создает симулякры, продает знаки, вместо того, чтобы производить то, что действительно нужно людям, порождая одновременно нищету и концентрируя богатство в руках немногих. Этот рынок обслуживается деньгами, которые превратились в фиктивный виртуальный финансовый капитал. Три иероглифа, которые мы расшифровываем в рамках этого курса. Этот фиктивный финансовый капитал связан с всей системой эксплуатации. Эта система капиталистической эксплуатации 21 века – это все. Это и сохранение полурабской зависимости, особенно типичной для мигрантов. Это эксплуатация миллиардов, подчеркиваю, миллиардов наемных работников индустрии, которые сегодня сосредоточены преимущественно в странах периферии и полупериферии. Это эксплуатация креативного работника, эксплуатация культуры и природы. Вот о том, как устроена эта сложная система, где присваивается не только прибавочная стоимость, но и рента. Прежде всего, интеллектуальная рента. Вот об этом мы и рассказываем в нашем курсе. Равно как и о противоречиях глобализации, протекционизма. Фритрейдерство. Ну и немного о будущем, о коммунизме. Хотя этому был посвящен особый курс. Так что они очень сопряжены. Один про то, как есть. Другой про то, что вырастает из противоречия этого, как есть и то, как будет. Марксенсерский uppity. Принногое Ну, для вас, наверное, не секрет, что профессор Бузгалин является представителем марксистского направления современной экономической теории. И в свою очередь вы наверняка знаете, что сегодня марксистская теория, а может быть и не знаете, переживает своего рода ренессанс. После кризиса 2007-2009, даже пожалуй 2010 годов, мирового экономического и финансового кризиса, интерес к марксизму в мире резко возрос. Современная крайне противоречивая и болезненная ситуация связана не только с коронавирусом, но и с тем, что мировой новый кризис начался зимой 19-20 года, когда еще не было локдаунов, когда еще не было санитарных режимов и всего остального. Вот в этих условиях интерес к альтернативным экономическим теориям вообще и марксистской экономической теории в частности стал достаточно значимым. И мы вышли из состояния маргинальных, перешли в состояние меньшинства, но уважаемого меньшинства в области экономической теории. Тем паче, что эта наука, наша наука, дает ответы на очень многие важные практические вопросы современности. Что касается самого курса, основная идея его состоит в том, чтобы показать вам, как ключевые категории экономической науки отражают современные реалии, и как надо изменить содержание этих категорий для того, чтобы адекватно отражать содержание современной рыночной экономики. Опять-таки, вы, наверное, все-таки знаете, что 150 лет назад Маркс закончил работу над первым томом «Капитала», опубликовал эту работу. Сначала был заговор молчания, а затем через несколько лет переводы на многие языки мира. И «Капитал» – это книга, в которой были показаны основные черты содержания, формы, противоречия товарных отношений капитализма, рынка, как мы сейчас говорим, денег, сущность денег, функции денег, закономерности денежного обращения, превращение денег в капитал, противоречия капитала, воспроизводство капитала, проблемы, связанные с социальным неравенством, структурой экономики, кризисами и так далее. Ну, кризисы и так далее – это уже следующее произведение Маркса. Соответственно, для XIX века эта теория адекватно отражала ту экономику, которая сформировалась, и Маркс писал прежде всего на примере Англии «Самые развитые буржуазные капиталистические страны середины XIX века». С той поры прошло полтора столетия, и экономика, оставаясь капиталистической, оставаясь рыночной, все-таки изрядно изменилась. И вот задача курса, который мы вам предлагаем, – это показать, как изменилось содержание таких понятий, как товар, соответственно, это ключевая категория, описывающая рынок, такой категория, как деньги, капитал, какими они стали сегодня в XXI веке. В основе этого курса лежит большая работа. Это целая серия публикаций наших зарубежных коллег. Я их вам потом представлю, сейчас просто назову имена. Иштон Мессереш, «Бионд Кэпитал» по ту сторону капитала, Дэвид Харви, книги о современном империализме и противоречиях капитализма, книги Дэвида Коца о крисе неолиберального капитализма, масса других работ. Соответственно, Андрей Иванович Калганов и я написали книгу «Глобальный капитал». 15 лет назад она вышла в виде однотомного произведения, затем в год нашего 60-летия вышел «Двухтомник», и с той поры уже появилось пять изданий. Вот сегодня я получил обложку будущего английского издания, книги в Манчестер и университете пресс. Планируется перевод на китайский. Вот этот, прямо скажем, немаленький труд лежит в основе относительно короткого факультатива, который мы вам предлагаем. Так, давайте пойдем чуть дальше. Значит, и я сегодня хочу вам просто представить ключевые темы курса, с тем, чтобы вы посмотрели, на что вы записались поподробнее. Хорошо? Я думаю, это будет правильно. Итак, начнем с того, что капитализм 21 века развивается в условиях креативной революции. Ключевое понятие здесь – это креативность, творчество. И поскольку я читаю лекции в «Марксистской парадигме», для нас исходный пункт – это содержание труда. Материальное производство, в котором главный актор – это человек, а человек в производстве занят трудом. Соответственно, содержание труда – это главное, от чего мы пляшем, на чем строится заворачивание всех остальных теоретических положений. И в данном случае мы исходим из того, что этот труд является творческим по своему содержанию. Чтобы было понятно, речь идет не только о тех людях, которые обычно называют представителями креативного класса. У нас к нему относят менеджеров, шоуменов, ну и шоу-вумен, конечно, за компанию. Мы, естественно, представители таких действий, как брокеры, финансовые различного рода операторы, риэлторы, девелоперы и так далее. На самом деле речь идет о гораздо более широком и более включенном в непосредственное общественное производство круги лиц. Это прежде всего те, кто создает человеческие качества. Это вся сфера образования через всю жизнь, начиная с яслей и заканчивая образованием для взрослых и даже для пенсионеров. Это сфера здравоохранения, причем не только медицина, но все, что делает человека здоровым. Формирование здорового образа жизни. Это сфера искусства, науки. Это сфера управления в широком смысле слова. Это инженерная деятельность и творчество в материальном производстве. Это социальная работа, социальное творчество, решение проблем экологии. Десятки миллионов людей в России включены в это пространство. В мире, в наиболее развитых странах, творческой деятельностью в большей или меньшей степени занято примерно 30-35% населения. В зависимости от методик подсчета и какие страны выбирать. В данном случае привожу данные по крупнейшим европейским странам и Соединенным Штатам Америки. Соответственно, в результате этих изменений в содержании труда изменились технологии. 21 век это NBIX технологии. Вы про это не раз слышали. Нано, био, информационные, когнитивные, социальные технологии, которые изменяют облик материального производства. Оно становится умным и безлюдным. Мы будем говорить подробнее, что это означает. Развивается интернет вещей и другие слагаемые шестого технологического уклада. В перспективе довольно скоро, если не будет экономических, политических и глобальных препятствий, человечество может перейти к качественно другому облику материального производства. Как когда-то мы от ручного репродуктивного труда перешли к индустриальному, и человечество шагнуло в эпоху пара, машин, наемных рабочих, фабрик, заводов из эпохи полей, крестьян и так далее. Точно так же сегодня мы шагаем не просто в эпоху сервиса, но в эпоху, когда творческая деятельность в сфере общественного производства, прежде всего в таких сферах, как образование, здравоохранение и так далее, станет ключевой. Но на пути может стоять и совершенно другая модель экономики, политики и социальных отношений, которые затормозят этот процесс. Более того, сегодня мы, в широком смысле слова, человечество, находимся на распуте, потому что эти современные технологии, прежде всего информационные, в наибольшей степени развиты и работают на такие сферы, как финансы, управление, индустрия, производство симулякров. За небольшим количеством развивающих игр, все остальные в большинстве своем это в лучшем случае релаксация, в худшем мягкий наркотик. Я уже не говорю о чем-то, что упоминать в приличном обществе нехорошо. Поэтому есть вот эта проблема. Есть проблема, куда и как будет использован потенциал современных технологий. Самые продвинутые ученые в области математики и новые решения сегодня лежат в сфере так называемой финансовой математики. Финансовая математика – это гадание на кофейной куче и попытка создать модели, каким образом всегда выигрывать, спекулируя на бирже. Задача в принципе нерешаемая, потому что выигрывают там не те, кто ведет умную стратегию, а те, кто обладает инсайдерской информацией и может повлиять на эту биржу. Это как в казино, понимаете? Выигрывает хозяин казино, ну или тот, кто подложил магнит под стол. Никакая математическая модель вам не поможет в этом случае. Это очень важный вопрос. Когда-то в середине 20 века, в 60-е годы 20 века, мы считали, что мир роботов автоматизированного производства и человека, занятого творчеством, придет где-то на рубеже 20-21 веков. По идее, мы все, все человечество должно было уже жить в условиях, когда роботы за нас выполняют всю рутинную работу. Ну вот видите, жизнь развернулась совершенно иначе. Дальше нам с вами надо будет заняться очень интересным и сложным вопросом, разобраться с понятием творческой деятельности. Понимаете, даже в самой творческой работе, но деятельности учителя, по идее, это чистой воды творчества. Вы приходите в класс, где перед вами 10-20, ну лучше все-таки 10-20, а не 30, людей, личностей, которых вы должны понять. Вот был такой советский фильм, «Доживем до понедельника» про школу. Там один мальчик в сочинении про счастье на вольную тему написал «Счастье – это когда тебя понимают». Вот первая задача педагога – это понять тех, кто сидит рядом, что им интересно, к чему они стремятся, как их заинтересовать в том, что ты считаешь самым главным в своей жизни, как найти с ними путь к диалогу, какие решения им предложить. Ну да, есть некое рутинное составление, ощущение, надо заполнить журнал, надо подготовить какие-то картинки. Ну даже картинки уже приходится каждый раз думать, потому что одно дело факультатив, другое дело межфакультетский курс, третье дело какой-то рутинный курс. Да, большинство педагогов сегодня читает лекции по учебнику, наплевательски относятся к студентам, студенты наплевательски относятся к педагогу. Студент пришел купить диплом, я не про московский государственный университет, педагог пришел заработать деньги, наплевав на все. Но, понимаете, в любом труде есть содержание, определяющее его сущность, и есть формы. Вот формы сейчас превращенные, выворачивающие наизнанку, корежащие это содержание. Вот что есть труд педагога, где здесь творчество, в чем смысл творчества. То же самое касается очень многих других профессий, включая даже санитарку в больнице, то, что если она по-человечески относится к больному, тому выздоравливать гораздо легче, чем если ему пуляют стакан воды, который он должен поймать сломанной рукой. Понимаете? Это очень непросто. Есть интереснейшая теория творчества, как сотворчество, как диалога, субъект субъектного диалога, распредмечивания культуры. Я вам постараюсь про это рассказать. Потому что это то, что... Ну, это про вас. Поскольку вы студенты Московского университета, и раз вы дошли до середины образования, значит, у вас есть очень высокий творческий потенциал. Иначе бы у вас не получилось просто ни поступить, ни учиться. Вот как этот потенциал использовать, как его развить, это очень важная штука. Потому что в сегодняшний мир часто этот творческий потенциал грубит. Есть данные социологических исследований, по которым в детском саду у малышей креативность характерна для 80%, но за исключением больных, по сути дела. В школе начальных классах 50%, к старшим классам она сводится к 30%, а к концу университета, самое страшное и парадоксальное, составляет 10%. Эти людей творческий потенциал выбивают, их учат решать стандартные задачи. Понимаете? Ну, имеется в виду плохой университет, естественно. НГУ хороший университет, и у нас все по-другому. У нас есть еще некоторые только хороших университетов, где тоже все по-другому. Итак, креативная экономика, креативный класс, креативный бизнес. Что это такое? Есть деятельность, опять-таки, творческая деятельность в рыночной сфере, в частном секторе, креативный бизнес. А есть деятельность в общественном секторе. Все те, кто работают за деньги из бюджета, и все, что они создают, передают бесплатно человечеству. В принципе, в бесплатной общественной части образования что делает педагог? Он получает деньги от людей через бюджет, и он работает на общество в целом, и он свои знания отдает всем. Ну, в условиях, когда лекция читается в интернете, это предельно ясно. Вот эта лекция, если она будет размещена в интернете, она принадлежит всему человечеству. Я не являюсь ее собственником. Я за нее денег не получаю. Факультатив читаю, потому что мне интересно. Вы его слушаете, потому что вам интересно. Вы тоже за это денег не получите. И вряд ли этот факультатив поможет вам делать деньги в дальнейшем, хотя, некоторым говорят, помогают. Лекции Бузгаллина. Итак, важнейший аспект это неравномерность технологических трансформаций. Вот на этом я бы сделал акцент, потому что мы живем в условиях экономики, которую к нам, как сказать, преподносят через занятия, через средства массовой информации, через интернет. И кажется, что человечество уже все перешло в эру компьютеров, автоматизированных производств и так далее. Но, к сожалению, сегодня самый многочисленный вид деятельности это деятельность индустриального рабочего у станка или на конвейере. На втором месте это ручной труд. Огромное количество крестьян в странах третьего мира, периферии. Огромный объем труда, который, вообще, далек от современных технологий. И эти технологии, я боюсь, еще очень нескоро станут уделом миллиарда с большим хвостиком крестьян, которые сегодня работают в самых разных странах мира. Да и на предприятиях России, Казахстана, если посмотреть внимательно, людей, которые заняты тяжелым ручным трудом или являются придатком компьютера, только компьютера, видите, я говорил, с придатком станка, конвейера, большинство. Это надо иметь в виду. Да, значит, большой блок нашего курса будет посвящен тому, как устроен современный рынок. Это тотальный рынок и это рынок, на котором продаются преимущественно симуляторы. На эту тему будет большая специальная лекция, возможно, не одна, и я с удовольствием бы это с вами обсудил. Что такое тотальный рынок? Это рынок, в котором в системе отношений конкуренции, рыночной конъюнктуре подчинены все основные сферы человеческой жизнедеятельности. Не только производство, обмен, но и сфера образования, науки, сферы межличностных отношений, искусство, даже семейные отношения подчинены рынку. Сегодня семья становится сферой рыночного торга. Мальчик, на тебе 100 рублей, то есть, какой сын, на тебе 100 рублей, подмети пол. Нет, мама, я за 100 рублей подметать не буду, Вася подметает за 150 рублей, поэтому будет добра, заплати мне 180, потому что я подметаю лучше. Вася или у меня пол в квартире у нас имеет большую площадь, да? Все. Семья, добро, любовь, неотчужденные отношения исчезли. С каким вопросом в большинстве случаев студенты приходят к родителям? Папа, как у тебя дела на работе? Мама, у тебя не болит ли голова? Бабушка, как твой радикулит? С кем вы сегодня встречались? Какие у вас интересы? Что случилось? Не могу ли я вам чем-то помочь? Или папа дай деньги, мама дай деньги, мне надо купить то, мне надо купить это. Ну, я надеюсь, что последнее не про вас, но, к сожалению, если судить по некоторым наблюдениям, социологическим опросам и тем более художественным произведениям, то ситуация скорее именно та, которую я обрисовал. Рынок становится тотальным, проникает везде. Во-вторых, это рынок, на котором господствуют корпоративные структуры. Это рынок, где мы превращаемся в объектов манипулирования крупных корпораций. В-третьих, это рынок, на котором это манипулирование заставляет нас приобретать товары, которые нам особенно и не нужны. И приобретать следующий шаг, даже не товары, а знаки товаров. Бадрияр написал очень интересную книгу «Политэкономия знака». Она именно о том, что на сегодняшнем рынке продаются знаки. Я их назвал симулякрами. Симулякр – это категория постмодернизма. И эта категория описывает ситуацию, когда обозначаемое отсутствует, а знак есть. Есть знак того, чего нет. Вот, я, возможно, обижу кого-то из девушек, но я люблю приводить пример с сумочкой. Обычной сумочкой из кожезаменителя. Ее рекламу я встретил в международном аэропорту. Сумочка стоит всего 220 тысяч рублей. Почему? Потому что на ней висит маленькая такая железочка с фирменным знаком. Какой-то бутон-мутон. Я не буду называть фирму, чтобы меня не обвинили в антирекламе или еще в чем-нибудь плохом. Да, пусть будет бутон-мутон. Вы, наверное, догадались, о чем идет речь. Естественно, сумочка стоит ее производство ну, ну, 2000 рублей это максимум. Увеличение в 100 раз этой суммы это продажа не сумочки, это продажа знака. Знака, который, по сути дела, ничего не обозначает. Сумочка такая же, как любая другая. 90% людей ее отличить от сумочки, которой прилепан подделанный знак не сможет. Ну, просто вы знаете, что если купили в бутике в международном аэропорту, скорее всего, бутон-мутон. А если купили на рынке в городе Урюпинске в каком-нибудь, так сказать, барахолке, то, возможно, китайская подделка. А может, тот же бутон-мутон, который, говорит, хозяйка, который она не понравилась, выкинула на помойку, он бомб нашел, принес на помойку, на рынок и продает там, слегка протерев тряпочкой. Так сказать, совершенно за другую цену. Продается символ, продается знак. Это рынок симулякров. У этого знака есть стоимость, есть потребительная стоимость, есть закономерность этого рынка, но это совершенно другой рынок. Маркс такого не описывал. Отчасти иногда в кое-каких произведениях специальных по микроэкономике об этом говорится сегодня. Ну, в частности, когда речь идет об экономике брендов. Но в основном говорится о том, как сделать бренд, а не о том, что это фикция. То есть вам рассказывают, как сделать так, чтобы можно было пластиковую сумочку продать за 200 тысяч. А насколько это нужно человечеству, об этом обычно не рассказывают. Потому что, естественно, если вы на этом заработали 200 тысяч, это очень хорошо. Если я какой-то дурак купил за 200 тысяч, это еще лучше. И вопрос в том, как из людей сделать дураков. Знаете, по этому поводу есть такая, я сегодня читаю вводный курс, это своего рода предисловие, поэтому позволю себе побольше шуток. Есть три закона рыночной экономики. Я сейчас попробую по памяти их воспроизвести. Первый закон. Не так важно, что ты продаешь, как важна упаковка. Второй закон. Не так важна упаковка, как важна реклама. Того, что в этой упаковке или даже самой упаковке. Ну и третье. Не так важна упаковка, как важны дураки, которые верят в эту рекламу. Вот это смешно, это анекдот, но, к сожалению, это самая успешная и эффективная часть современного бизнеса. Мы с вами будем разбираться, почему, насколько это содействует прогресс и вообще, что такое прогресс. Политэкономия брендов, политэкономия трендов. Вы, наверное, знаете, что надо быть в тренде, да? Ну, в частности, вот современный тренд, обратите внимание, в кафе, сейчас во всех крупных городах это появилось по всему миру, появились стулья ржавого железа. Вот одни из самых дорогих кафе в центре Москвы. Нам досталась квартира от родителей в центре Москвы. Вот здесь в кафе, если вы хотите за чашку кофе заплатить 500 рублей, а за ужин тысяч 10-15 человек, вот вам надо зайти в кафе, где висят лампочки, свечащие в пол накал, в ржавых патронах на витом грязном шнуре и стулья ржавые. Вот это будет тренд. Вот в этом тренде вы за кусок мяса выражите несколько тысяч рублей, за бокал вина тоже несколько тысяч. Можно купить бутылку шампанского тысяч за 150. Я не преувеличу. Зато стул ржавый. Причем ржавчина специальная, не пачкает вечерний наряд. Знаете, на нее сколько дизайна пошло? Мой друг Андрей Иванович Колганов когда видит такие вещи, говорит, ты посмотри, сколько на него дизайна одного пошло. Знаете, как раньше говорили, там полотна или шерсть, или еще чего-нибудь. Но это наполовину шутка, к сожалению. Давайте пойдем дальше. Дальше мы с вами будем разбираться с деньгами. Современные деньги это очень интересный феномен. Они уже давно ушли от того, чем они были раньше. Вот наверху тут есть картинка старика Хатабыча. Классические деньги. Про старика Хатабыча знаете, кто это такой? Да? Нет. Это джинн, который надо взять лампу масляную, только не кружку, масляную лампу, ее потереть, произнести заклинание. Появится джинн, и он будет выполнять все ваши желания. Вот деньги это джинн. Вы достаете карточку, и эта карточка выполняет любые ваши желания. Ну, правда, они всегда количественно ограничены, хотя качественно безграничны. Вот этот джинн сегодня, во-первых, из лампы переместился даже не в золотые монеты, и не в бумажки, а в карточку или вообще в некие компьютерные, я не знаю кто, которые сидят в смартфоне. Я не знаю, что там сидит, так сказать. Какие-то колебания магнитные или еще что-то. В общем, что-то такое. Какие-то информационные носители, которые генерируют какие-то поля. Вот эти деньги стали виртуальными, причем они виртуальны двояко. Они виртуальны в том смысле, что они вероятностны. Virtual в английском означает не только то, что живет в пространстве интернета, но и то, что вероятностно. Синоним слова Probable. И деньги, возможно, деньги, возможно, нет. Рубль еще недавно стоил всего, то есть, доллар стоил всего 30 рублей. Соответственно, рубль был равен одной тридцатой доллара. Сейчас он равен одной восьмидесятой доллара. Куда-то стоимость из этого рубля испарилась. и все. Доллар тоже куда-то испарил значительную часть своей стоимости. Я первый раз, когда приехал в Нью-Йорк, я не помню, по-моему, 25 центов стоил проезд в метро или 50 центов. Что-то в таком духе. Последний раз, когда я там был пару лет назад, надо было платить уже то ли полтора, то ли два доллара. Куда-то из этого доллара тоже все улетело. Что такое инфляция? Испарение чего-то из денег. Почему? И вообще деньги ли это доллар? Это действительно всеобщий эквивалент. И не рухлят ли он завтра? А биткоин это что такое? Есть еще современная теория денег. Modern monetary theory, которая стала ужасно модной и которую все стремятся изучить. Соответственно, мы вам расскажем про то, что такое виртуальные, фиктивные вот эти денежки и неэффективные денежки. финансовый и виртуальный капитал, а также про так называемые фиатные деньги. Но расскажем мне про то, как делать деньги из денег. Вот я периодически комментирую разные экономические вопросы для радио, для газет, для телевидения, на общественном телевидении России. Мне все время задают вопрос, скажите, пожалуйста, каким будет курс доллара и в чем лучше сберегать, если у вас есть резервы. Я вам объясняю, что если бы хоть один профессор или академик знал, каким будет курс доллара, он был бы не академиком, а миллиардером. Он бы просто на протяжении своей жизни регулярно занимался финансовыми спекуляциями и имел безумное количество денег. Профессоров-миллиардеров я не знаю. Исходя из этого, я могу твердо сказать, что никто не знает, каким будет курс доллара. За исключением тех, кто этот курс устанавливает. За исключением тех, кто реально организует процесс финансовых спекуляций, так называемые инсайдеры. Есть, кстати, интересный фильм Инсайдер, есть фильм Уолл-стрит. Посмотрите, это хорошая иллюстрация к тому, о чем мы будем рассказывать. Художественная иллюстрация. Ну и, естественно, мы после этого перейдем к вопросу о мировых финансово-экономических кризисах и расскажем про то, что они и почему они. Следующий блок проблем это вопрос о капитале в 21 веке, креативном работнике и прикориате креативном классе. Вот об этом мы с вами будем говорить достаточно подробно и разбираться с будущим креативной деятельности, поскольку это касается именно вас. Будем говорить о работах Флориды и современных авторов на эту тему. Я вам расскажу про нашу собственную с Андреем Ивановичем теорию эксплуатации креативного работника и отчуждение интеллектуальной ренты. Естественно, в этом случае станет интереснейший вопрос о человеке как участнике сложных социальных взаимодействий, социальной структуре, неравенстве, бедности, темы, которые достаточно редко поднимаются в современной экономической теории. Ну и дальше мы, может быть, поговорим немножко в этой связи и о Западной Европе, о Китае. Вот эти лекции про креативный бизнес и прочее, я думаю, будет обязательно читать Алан Фриман и Чин Хун. Один из интереснейших вопросов, где мы можем вполне устроить деловую игру, это проблемы интеллектуальной частной собственности. Дело в том, что большая часть богатства сегодня присваивается через извлечение интеллектуальной ренты, не прибыли, а ренты. Вот что такое интеллектуальная рента? Кто ее создает и вообще, или что ее создает? Какова ее природа, источник? Кому она достается? Вот я сформулирую сразу провокационный тезис. В большинстве случаев эта рента достается не тому, кто создает интеллектуальный продукт, не творческому работнику, а хозяину корпорации, на которой работает этот интеллектуал. Вот вы все знаете, что программное обеспечение создает Билл Гейтс, хотя он на самом деле никакого обеспечения вообще не создает. Он просто присваивает миллиарды. креативные работники в корпорации Microsoft получают десятки и сотни тысяч долларов в год, некоторые может быть до миллиона долларов в год, но Билл Гейтс имеет сто миллиардов, то есть в тысячи десятки тысяч раз больше в годовом исчислении. Он что, в десять тысяч раз креативнее, чем самые креативные работники его корпорации? Откуда берутся эти сто миллиардов долларов? Субстанция какова? Мы с вами будем на эту тему беседовать. А ситуация, вот скажите, на ваш взгляд, вообще это правильно или нет? Я приезжаю в Вену, на каждом углу продается коробка конфет с портретом Моцарта. Вам что, Моцарт разрешал вешать его физиономию на конфеты? Еще хорошо, если на конфеты. А то это приделают куда-то, не дай бог, куда. А потом его музыку используют для рекламы какой-нибудь жвачки, это хорошо, если жвачки, а то еще чего-нибудь. Пиво можно под, я не знаю, там, Баха, или кого-нибудь из Вагнера, так, чтобы чуть-чуть ближе к тевтонскому духу продавать. Вам Вагнер давал разрешение на это? Где здесь граница? Вот политэкономы, в отличие от тех, кто констатирует, так есть, точка. Мы задаем вопрос, а почему так есть? Когда это исторически возникло? И с точки зрения критериев общественного развития и прогресса, так должно быть или так не должно быть? Это прогрессивно или это регрессивно? И что такое прогресс и регресс? Мы сейчас к этим вопросам обязательно перейдем. Вот здесь я предлагаю игру, потому что часть того, что производит человечество, производится бесплатно и для всех. Вот знаете, что существует сыр без всякой мышеловки абсолютно бесплатно. И вы все им пользуетесь в огромном количестве. Кто знает, где лежит бесплатный сыр? Ну, в переносном смысле слова сыр. Нечто очень полезное, очень вкусное. А? Мышеловки. Нет, вот кроме мышеловки. Абсолютно бесплатное, очень вкусное, очень полезное что-то. Ну, вкусное в переносном смысле. Полезное, нужное, важное, абсолютно бесплатное. В интернете. Ну, в частности, в интернете. Вот в мое время говорили в библиотеке. Вы, конечно, в библиотеку не ходите, как и все нормальные студенты. Кстати, потом я вам прочитаю нотацию о пользе конспектов и похода в библиотеке. Но это когда-нибудь потом, хотя сейчас уж больно поздно. Вот. Значит, в связи с этим встает вопрос. Вот то, что вы создаете, вы хотите создавать, патентовать и продавать или раздавать всем бесплатно? Дело в том, что культурные блага, они можно отдавать, не теряя. Вот есть такой принцип левых. Все, что можно отдавать, не теряя, не должно продаваться. Вот если я отдам какому-нибудь молодому человеку пиджак, у меня пиджака не останется. А если я подарю ему великое знание, которое может подарить только настоящий профессор, вы знаете, 2 плюс 2 будет 4. Я вам дарю это знание. Скажите, я перестал знать, что 2 плюс 2 будет 4? Ну, или что-нибудь, что есть с таблицей умножения? Нет. Соответственно, можно дарить, не теряя, отдавать, не теряя. Вопрос, нужно или не нужно, прогрессивно или нет. И когда дарите, когда нет. Я приведу сейчас один смешной пример, и мы закончим нашу лекцию. Мне на день рождения подарили вот такую вот штучку. Здесь написано бузгалин. Это замечательное лекарство, принимайте одну таблетку, и целый год у вас замечательное настроение. Ну, если серьезно, это какие-то конфетки, но появились эти конфетки в качестве подарка бузгалину в результате лекции, которую я читал об интеллектуальной частной собственности. Я сказал, представьте себе, тогда еще не было коронавируса, поэтому не будем использовать страшные примеры, что бузгалин великий фармацевт, биолог, медик, и вообще гений в этой сфере. Это, конечно, абсолютный блеф. Я придумал лекарство от насморка. Принимаете одну таблеточку, тут настоящие лекарства есть, принимаете одну таблеточку, и у вас целый год нет насморка. Дальше у меня есть вариант. Я могу его запатентовать и дальше патент продавать фирмам по такой цене, которая заставляет их... Да, а производство лекарства дешевое. Одна таблетка стоит, ну, я не знаю, сколько-то центов. Ну, хорошо. Потратил доллар, целый год у тебя нет насморка. Но я поставлю такую цену за патент, чтобы производить можно было только по цене 10 тысяч долларов. Есть 10 тысяч долларов? Купишь таблетку от насморка, нет 10 тысяч долларов, не купишь. Ну, чтобы вы понимали, 10 тысяч долларов имеет примерно 5% населения Земли. 5% населения здоровое, а 95 чихает, а то и серьезно болеет. Но зато у меня безумное количество миллиардов. Один вариант. Бузгалин. Очень полезная штука. Я заработал сотню миллиардов долларов, как Билл Гейтс. А люди чихают. Это, кстати, совершенно реальность современной фармакологической промышленности. Это не шутка. Второй вариант. Я этот патент подарил человечеству. Просто так. Никто не чихает. Один доллар может заплатить даже бедные индийские крестьяне. Человечество излечилось от этой болезни. Это тоже не шутка. Это совершенно реальный пример. Великий ученый, один из величайших ученых Земли, пастер, который создал прививки от страшных болезней, придумал способ хранения продуктов, пастеризацию. Знаете, что он сделал? Он это тут же запатентовал и патент стал раздавать всем бесплатно. Его спросили, зачем, почему? Говорит, чтобы ни одна сволочь, открыв эту вещь, не стала ее продавать. Я хочу, чтобы этим пользовалось все человечество. Жил довольно скромно. Мог бы обогатиться, наверное, сам в безумном образом. Вот это реальный выбор сегодняшнего дня. Это, кстати, выбор для любого из вас. Вот. Ну, давайте на этом поставим многоточие. Я сейчас посмотрю, что у нас дальше. Дальше я вам буду рассказывать про глобализацию, но про это анонс я уже делать не буду, потому что вы устали, и я устал. Ну, естественно, мы будем говорить про неравенство, которое стало сегодня очень актуальной темой и про которую, про которую очень редко пишут наши отечественные студенты. Ну, последнее, наверное, я вам попробую немножко рассказать про будущее и про пандемию. А так, вот перед вами контакты. бузгалин.мейл.ру это моя собственная почта. Я отличаюсь тем, что смотрю ее не очень внимательно и иногда пропускаю письма. У меня до 100 писем в день, я могу что-то упустить, извините. И почта конф.бузгалин.мейл.ру эту почту смотрит Ольга Владимировна Борошкова. Она человек очень аккуратный, корректный и будет отвечать наверняка. Ольга Владимировна Борошкова.